Ваческий район готовится к празднованию Дня памяти святых благоверных князей Петра и княгини Февронии. Ведь повесть о супругах связана именно с этим краем. Предание гласит, что после изгнания из Мурома они отправились на лодки вниз по оке в Нижегородскую губернию. Остановились близ села Жайск Ваческого района и жили в шалаше. Именно здесь супруги простили покаявшихся перед ними муромчан. Мы решили, что на этом месте нужно где-то установить именно поклонный крест, памятник, часовню, как бы и священную. Пять лет назад на высоком Окском берегу у села Жайск был поставлен поклонный крест. Позже на святом месте возвыкли часовню и памятник муромским чудотворцам. Круглогодично сюда приезжают тысячи паломников со всей России. Особенно многолюдно здесь 8 июля, в День памяти святых и Всероссийский день семьи, любви и верности. Этот праздник Ваческий район отмечает широко и масштабно. Клуб парламентских журналистов, не дожидаясь торжеств, прошел путь паломников и побывал на святом месте. Мы здесь 8 июля проводим праздник. На этот праздник я вас всех приглашаю. У нас со всей области переезжают, как говорится, люди, семьи, которые в браке, которые там таятся, садят, награждения там, всякие, как говорится, торжества. Многие стремятся сюда, чтобы совершить обряд венчания в этой небольшой часовне. Ведь святые, благоверные князь Петр и княгини Февроний являются для всех примером любви и верности. И это место вызывает у меня чувство глубокого уважения, потому что это история Ваческого района. История Петра и Феврония – это достояние, наверное, всей России, символ семьи. Мне кажется, вот это место, оно со временем станет одной из жемчужин Нижегородской области за местным притяжением. Петр и Феврония издавна почитаются в России как хранители семьи и брака. И это святое место на Ваческой земле притянет еще не одно поколение паломников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова